Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала управда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Принят к сведению, Министерство здравоохранения отчиталось перед депутатами законодательного собрания за 2018 год. Новые лица в администрацию Димитровграда внедряют депутата из Строгина. 17 операций до конца года. В ЦГБ начнут заменять коленные суставы. Сегодня депутаты законодательного собрания заслушали отчет министра здравоохранения региона Сергея Панченко. Отчет принят к сведению. Система здравоохранения региона находится в кризисе с провоцированным прежним руководством. Поэтому главе ведомства дали тайм-аут. Через пять месяцев он должен будет отчитаться уже в полной мере. Сегодня депутаты законодательного собрания области заслушали отчет министра здравоохранения региона Сергея Панченко по итогам работы отрасли за 2018 год. Многим знакомо словосочетание «расстрельная должность». Именно такой с прошлого года считается должность министра здравоохранения, которую Сергей Панченко занимает с августа прошлого года. За ошибки предшественников спрос сегодня с него. Поэтому собратья по цеху пришли его поддержать. В 2018 году действительно большое внимание уделялось здравоохранению в целом со стороны руководителей региона. И в частности, благодаря работе министерства большое внимание уделялось детскому развитию детского здравоохранения. Год достаточно тяжелый был, серьезный. Несмотря на это, благодаря совместным усилиям министерства здравоохранения, мы значимо снизили кредиторскую задолженность. Ситуация по кредиторской задолженности знакома многим лечебным учреждениям регионального Минздрава. В целом долги и миллиардные. Два бывших министра находятся под следствием. Созидать в условиях катастрофического дефицита сложно. Однако министерство старается не терять темпов развития. Кроме того, запущено в эксплуатацию несколько лечебных учреждений, отремонтированной больницы, закупается новое оборудование. Вопрос по заверению Минздрава с дефицитом таких расходных материалов, как бинты, шприцы, физраствор снят. Однако нерешенных проблем пока еще остается много. Конечно же, выместить гнев за ошибки предшественников на Панченко велик. Некоторые перед искушением не устояли. Мне очень неудобно, когда наши министры здравоохранения почему-то уходят или за решетку, или уходят в отставку с очень нехорошей, в данном случае, репутацией. Министр смог ответить на все разумные вопросы. В своем отчете он не только признал сложность сегодняшней ситуации, но и предложил пути выхода из этого кризиса. Многие согласились, что в данном случае надо не наказывать, а помогать. И законодательное собрание включится в эту работу готово. И те проблемы, которые порождались с 2013, 2014, 2015, особенно проявились в 2018 году, они сейчас, мы получаем это все последствия. Принимается определенная мера, со стороны министерства, руководства, правительства Ульяновской области, но их пока недостаточно. С чего недостаточно? Недостаточно на сегодняшний день финансовых средств, на покрытие кредиторской задолженности. В бюджете 2019 года предусмотрено 500 миллионов рублей. Уже на 1 января 2019 было 834, то есть нам недостаточно 334. Перекрыть дефицит трудно, но необходимо. Поэтому многие депутаты согласны в одном – решать проблему нужно не скандалами, а разумным распределением дополнительных доходов, которые в первом квартале у нашего региона уже появились. Сергею Панченко дали 5 месяцев. За это время помогать выправить ситуацию будут все неравнодушны и во всех ветвях власти. Потом ему нужно будет вновь отчитаться. Все еще можно исправить, считают в правительстве, в законодательном собрании и министерстве. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Судьба медицинского комплекса на Нижней террасе, проблемы соцобъектов, старые майны и газификация. Сергей Морозов получил от депутатов законодательного собрания «Вопросы от населения». Ответ на них губернатор даст во время ежегодного отчета перед народными избранниками. Лицом к лицу, друг напротив друга. Депутаты законодательного собрания Матвей Володарский и Андрей Седов встретились с губернатором Сергеем Морозовым. Цель разговора – насущные вопросы ульяновцев. Давайте соберем максимальное количество вопросов, которые вот прям, то есть жестких вопросов, может быть даже излишних эмоционально жестких вопросов к губернатору и к исполнительной власти, для того, чтобы их проанализировать и постараться в рамках отчета ответить на них. Первым слово взял Седов. Народный избранник донес беспокойство жителей Нижней террасы по поводу больничного комплекса. Согласно экспертизе здания, где сейчас находится дневной стационар, давно изжило себя. Временно его хотят перенести в женскую консультацию, что на улице Почтовой, а на месте старого комплекса построят новую больницу и поликлинику. Однако, не все так просто. Беда вся в том, что здание, куда хотят перевезти по улице Почтовой, это медицинское учреждение, я там лично был, смотрел, там оно тоже не соответствует всем нормам. И беда еще в том, что до сих пор проектно-смехной документации нет. Мы просто по опыту знаем, если нет проекта с медной документацией, то этот процесс очень долгий. Говорил Седов из-за населения Старомайинского района. В самой Старомайине есть садик «Солнышко» и в селе Новиковка средняя школа. Дело в том, что там вне бюджетные вложения уже были в данную школу, и 50% окон заменены там и там. Вот я просил Сергея Ивановича, чтобы найти необходимые суммы, чтобы уже из бюджета доделать эти два учреждения. Матвей Володарский в свою очередь предложил основательно взяться за подбор министров. Будущие руководители отрасли, по его мнению, должны проходить контроль через депутатов ЗСО. Я просто предложил, чтобы, скажем, перед назначением этих чиновников пропускали через консультацию в законодательном собрании. Ну, губернатор сказал, что над этим вопросом они поработают, в какой форме это будет пока еще не ясно. Но в целом идею, как бы, да, одобрил, что надо максимальные, как бы, да, контроли, максимальные, скажем, да, и перед назначением. В очередной раз Володарский заострил внимание на проблемах мусорной реформы, в частности, на высоких тарифах и объемах. Мы обратились в ФАС от комитета по поводу этих тарифов и объемов, да, не согласны. Ну, и будем в целом добиваться того, чтобы все-таки вот эта реформа проходила не через, скажем тогда, обзирание, через грабеж населения. Губернатор, опять же, поставил этот вопрос на контроль и надеемся, что результаты будут. В один голос депутаты просили обратить внимание на недочеты в работе по газификации сел. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Новый военный транспортный самолет Ил-76МД-90А передан на покраску на площадку компании «Спектр Авиа». Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны России. Специалисты Авиастар СП выполнили полный комплекс работ по производству, монтажу и установке современной авианики. После покраски самолет будет транспортирован в производство окончательной сборки для последующей передачи на летно-испытательный комплекс. В администрацию Димитровграда внедряют депутаты из города Строгино Московской области. Новую кандидатуру предложили губернатору представителей Росатома. Подробности в нашем материале. Накануне Сергей Морозов встретился с директором Департамента по взаимодействию с регионами Росатом Андреем Полосиным и генеральным директором Федерального медицинского биофизического центра Александром Самойловым. Корпорация Росатом реализует ряд федеральных проектов на территории второго по величине города Ульяновской области Димитровграде. Поэтому поводом для встречи стало обсуждение планов корпорации на 2019 год. В МВА России запланирована покупка и строительство служебного жилья для персонала для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни. Очень важно взаимодействие с местным муниципалитетом по вопросам размещения больных, по вопросам строительства гостиниц, по вопросам организации досуга, строительства детских садов, школ. Это все очень важно и очень важна заинтересованность местной исполнительной власти. Для того, чтобы курировать вопросы, связанные с Центром медицинской радиологии и развитием города Димитровграда, Сергею Морозову была предложена кандидатура Юрия Черноусова. Губернатор идею поддержал. Юрий Черноусов – депутат Совета депутатов муниципального округа Строгина в Москве и представитель ФМБА России. Этот город должен представлять человек, который имеет полное понимание, что такое инновационное развитие нашей страны, что такое научно-технологические революции, которые сегодня происходят. Человек, который понимает, чем живут такие наук и грады. На встрече Александр Самойлов отметил, что все предложения по реализации проектов на территории Димитровграда обсудят в том числе на третьем форуме городов Росатома, который состоится 24 и 25 апреля. 250 наименований сладостей и 800 сотрудников. То ли еще будет? В этом году кондитерская фабрика «Глобус» планирует большую модернизацию. Перспективы развития кондитерской отрасли и самого предприятия обсудили сегодня во время визита главы региона. Продукция кондитерской фабрики «Глобус» успела полюбиться многим жителям страны. За два десятка лет компания реализует свою продукцию в 22 тысячах розничных точек России и СНГ. Сегодня сладкое производство посетил Сергей Морозов. С руководством фабрики глава региона обсудил техническую модернизацию площадки. Здесь трудится около 800 работников. То есть это и работники, которые проживают в самом городе Новоурьяновске. В городе Урьяновске нет близлежащих селок. Поэтому мы сегодня рассмотрим вопрос не только объем производства, эффективность производства, но и то, как люди работают в условии труда. На фабрике функционируют три цеха, где продукция выпускается по разным направлениям. Основные – сдобные продукты, карамель и шоколадные изделия. Сырье у нас используется только в соответствии с ГОСТ. Мы контролируем, у нас организован входной контроль сырья в лаборатории всех видов сырья. Затем сырье поступает на предприятие, где проходит весь процесс от растаривания, просеивания. Далее идет технологический процесс производства уже конкретных видов изделий. В планах «Глобуса» запуск новой конфетной линии и модернизация устаревшего оборудования. На эти цели заложено 250 миллионов рублей инвестиций. Еще 100 миллионов будет направлено на улучшение условий труда. Директор фабрики отметил, что с открытием новой линии будут созданы дополнительные рабочие места. 17 операций до конца года. Врачи Центральной городской клинической больницы начнут проводить новые для учреждения операции по замене коленного сустава. Первые протезирования запланированы на второе полугодие 2019 года. Об уникальной операции узнала Рената Алиулова. Центральная городская клиническая больница в Ульяновске получила квоты на проведение операции на коленном суставе. Первые протезирования запланированы на второе полугодие этого года. Подобные хирургические вмешательства в Ульяновской области до этого проводили только в Центре специализированных видов медицинской помощи. Применяется при разрушениях коленных суставов, так же как и при тазобедренном убираются пораженные части сустава и заменяются имплантами. На этот год у нас немного, порядка 17. В следующие годы, думаю, будут увеличиваться эти объемы. Замена коленного сустава – процедура не из дешевых. Без квот операция пациенту в среднем может обойтись в 200 тысяч рублей. По квотам делаются не только операции по эндопротезированию, а также при так называемых статических деформациях стоп, в том числе и халюкс-валюкс, то есть деформация первых плюсних аллерговых суставов на стопе. Ну, порядка 20-30 операций в год. Делаем мы их давно, но по квотам стали делаться, то есть нам выделили квоты, вот уже второй год мы делаем именно по квотам. Ежегодно в ЦГБ бесплатно проводят порядка 100 операций на тазобедренный сустав. Принцип тот же. Хирурги с помощью специальных пил, дрелей и других стандартных инструментов для работы с костями удаляют пораженные части суставов. На их место вставляют искусственные импланты из титана. Такая операция длится от 50 минут до нескольких часов. 69-летнему Михаилу Федоровичу в больнице заменили два тазобедренных сустава. Первый имплантант ему поставили полгода назад, второй приживается в организме третью неделю. Ну, если сказать, то хорошо чувствую. И первая операция прошла хорошо, даже очень хорошо. Ну, а больше что сказать. Вот полмесяца прошло, пришлось второе делать. Видимо, поражение на обои пришли суставы. Ну, дай бог, доктор Зимсков Алексей Юрьевич. Золотые руки, больше я ничего не скажу. Вся бригада у них такие молодцы, обходительные. Операция сложная, только не для врачей, а пациентов. За счет длительной реабилитации. Подняться человек может уже на вторые сутки, но сначала некоторое время придется передвигаться на костылях. И только потом твердо встать на ноги. Рината Леолова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В рамках акции «Этих дней не смолтнет слава» студентам ульяновских вузов предстоит подписать 36 тысяч открыток. Студенты педагогического вуза уже подписали более 7 тысяч открыток для ветеранов. К участию присоединились и педагоги. Открытки в преддверии 9 мая вручат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженькам тыла, вдовам, бывшим узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда и детям войны. Добрая традиция. Вот уже 10 лет существует в 13-й гимназии. Каждый год там проводится фестиваль народов мира. Школьники и их родители готовят декорации, представления и музыкальные номера с начала учебного года. А уже в апреле ученики блистают на сцене, представляя этнический колорит определенной нации. Ученики 13-й гимназии лучше остальных школьников разбираются в культуре и обычае всех наций нашей планеты. Все потому, что в их заведении каждый год проводится фестиваль народов мира. Этой традиции более 10 лет. Каждый год руководство школы бросает жребий, выбирает каждому классу по национальному заданию. Условия постоянно меняются. В 2018-м надо было представлять только российские этносы. А в этом году гала-концерт состоял из народных былин и сказок. Ценностью этого фестиваля для себя в первую очередь мы видим воспитание толерантной и поликультурной личности, которая не только знает, но и уважает традиции и культуру различных народов, которые населяют нашу огромную планету. В момент приезда нашей съемочной группы на сцене проходил спектакль «Рождественская ночь» по мотивам гоголевских вечеров на хуторе. Ребята из 3-го Б-класса превосходно вжились в образы. А мы с тобой бумагу подпишем. Контракт вызывается. Сейчас все через контракт работает. А чем подписывать-то? Как чем? Кровью. Роль черта досталась Ивану Роженкову. Юный актер вместе со своим классом участвовал в фестивале и в прошлом году. Представляли они солнечную Абхазию и получили гран-при. Ваня признался, что выступать на сцене ему по душе. Сегодня было все легко. На сцене выступать вообще не трудно. На фестивале песни и стихи исполняются ребятами на языке этноса, который они представляют. Третьеклассники настолько прониклись эстетикой Средней Азии, что запели по-узбекски. Сплошь рядом детские улыбки и гордость в глазах родителей. Красочное мероприятие проводится с 8 по 12 апреля. С утра до вечера в актовом зале гимназии проходит настоящее шоу с яркими костюмами и самобытными народными ритмами. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале lpravda.ru. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин